хороший топор ручка сломана его скорее всего кто-то оставил проверим никого проверим никого контрольный а теперь хватай беги итак давайте осмотрим наш топор ничего притязнательного обычный топор явно мастеровой на нем и цемент и ржавчина выглядит он так сказать нефть и давайте обрежем ручку и сделаем из него прекрасный скифский топор итак после удаления ручки возьмем проволочную щетку и слегка зачистим его от цемента и посмотрим как он выглядит топор выглядит довольно хорошо теперь сделаем небольшую разметочку обрежем неровные края у ручки и обрежем одну из сторон верхнюю так как перевернуть его не получается так сверху расстояние для ручки больше чем снизу если мы его перевернем то у нас не под ничего не получится ручка держаться будет плохо возьмем и обрежем одну из сторон чтобы сильно не загружать видео я буду немножко резать видео она и так вышла довольно таки длинным это вот что мы имеем это верхушечка кривая и низушечка кривая и одна из сторон которую мы обрезали сейчас вот эту нижнюю сторону о верхнюю сторону мы возьмем и приварим к низу то есть вот так и просто сваркой и где это все дело приварим после того как мы приварили сваркой металл на топоре у нас сейчас в напряжении поэтому надо опустить вам опускать просто в обычной печки забросили горящую печь у нас потихоньку сам остыл и его уже легко берет напильник что значит что он достаточно хорошо нас опустился до того он напильник по нему просто скользил сейчас он его свободно уже берет то есть им можно протачивать сейчас металл у нас опущен и уже по крайней мере вот этого приварка не должна сама по себе отвалиться размечаем точнее делаем разметку вот вырез это облегчит топор и даст небольшой такой вид старины что-то мы выкусываем и высверливаем по высверливаем вырезаем а все остальное мы уже сошлифовываем берем обычный шлифовочный круг и все это все это дело бы шлифовала до нужного до нужной нам формы дальше берем 40 наждачку 40 лепестковый круг и все дело сглаживаем чтобы убрать все поры все неровности короче абсолютно все что у нас не дает красивого вида то есть делаем гладкий топор после 40 лепестковой после 40 лепесткового круга мы возьмем наждачку чуть меньше то есть восьмидесятку 120 350 и 600 и всеми этими наждачками мы все это дело сравняем чтобы он у нас уже был гладкий уже близкий к идеалу для чего мы так сильно вы шлифовываем топор чтобы как только мы его закалим у нас не оказалось что после начать и шлифовки у нас окажут выявится какие-нибудь раковины глубокие или еще что-то а так мы уже полностью вышли в топор он у нас гладкий остается уже 1200 и 2000 наждачка ей уже невозможно нацарапать какие-то большие царапины выявить большие раковины то есть все можно конечно пройти и большим наждаком но смысла нет потому что после того как мы все это дело сгладили то есть посмотрите это у нас 600 наждак то есть он почти уже гладкий осталось 1200 и 2000 лет сороковой разница как небо и земля после того как мы все это сделаем выгладим его полностью то есть с этой стороны тоже с этой с этой со всех сторон его загладим у нас будет наноситься рисунок а потом мы его будем закаливать и после закалки все равно придется все проходить заново но уже допустим не сорокового а с 350 просто уже уголь собрать и снова загладить ну что давайте наносим рисунок будем наносить вот такой вот рисунок простецкий простецкий ну давай камера фокусируйся ну в принципе понятно так сначала наносим одеколом на топор тем самым обезжириваем его потом наносим на нашу на наш рисунок и промачиваем его то есть полностью потом приклеиваем его так вот балямс и горячим утюгом все это дело прижигаем когда вы видите что у вас короче рисунок высох наносите снова одеколом и снова проглаживаем точно так же гладим утюгом до тех пор пока у нас полностью не просохнет вся бумага вот так вот и и и и то есть он у нас весь рисунок он отпечатался вот хорошо видно рисунок отпечатался кроме того вот этот вот можно снова использовать я думаю две-три наклейки можно сделать с одного все теперь идем к гравюру и все это дело шлифуем а 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 дальше будем закаливать топор берем дизак берем наш топор и начинаем его разогревать Обух вообще не греем, потому что нам не нужен твердый обух, нам нужен только твердое лезвие Разогреваем его до красна, чтобы он ярко-красный был И будем закаливать его в масле Я слышал, что в воде лучше обкалить, но в масле это более бережно получается Сначала его несколько раз опускаем, поднимаем, чтобы у нас не было припарок воздуха Чтобы там масло не закипало Все, а теперь полностью уже его опускаем Все, после этого, после нашей закалки уже его не берет напильник То есть он снова просто скользит И теперь нам надо из него содрать весь уголь Вот этот вот синий уголь, который на нем образовался во время закаливания Берем снова шестисотую наждачку И все это дело обдираем После того, как мы зачистим все шестисотой наждачкой Начинаем чистить наждачкой зерном 1200 и 2000 грит После чего топор у нас уже будет выглядеть довольно-таки блестящим Но не зеркальным ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь так делаем со всех сторон То есть зачищаем и полируем до 2000 зерна Итак, после того, как мы прошли весь топор целиком До 2000 наждачки То есть он полностью у нас уже гладкий, полированный Дальше будем полировать по стойгое Дальше будем полировать по стойгое Дальше будем полировать по стойгое Вот как хорошо получилось Так, теперь сделаем точно так же, но с другой стороны И смотрите Это другая сторона Здесь просто 2000 2000 2000 И паста Гоя Так, давайте вводим вторую сторону Дальше будем getting Дальше caring Дальше Дальше В поиске Дальше Дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, как красиво! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, после того, как мы насадили топор, начнём это дело расклинивать. Довольно-таки хорошо у нас насажен. Будем расклинивать на три клина. Один большой длинный поперечный и два коротеньких с краёв. Наносим клей прямо в наш расклин и немножечко клея на сам клинышек. Клин также сделан из берёзы. То есть сюда немножечко клея и сюда немножечко клея. Всё это дело у нас, когда схватится, будет уже не разорвать. То есть клин в принципе больше не вытащить. Забиваем. И забиваем вторые, ещё два маленьких. Потом это всё дело, когда высохнет, обрезаем. Но смысла показывать это я не вижу. Ну что, теперь перейдём к испытаниям. Вот наш скифский топор. Давайте что-нибудь порубим. На испытаниях у нас сок яблочный, фруктовый. Как мы видим, где прошёл топор, там чистый ровный срез. А теперь пиво Голд. Правда, я не подумал, что надо что-то положить, чтобы топор не пролетел насквозь. Так как пиво не создало ему никакого сопротивления. И вот смотрим. Прорезало как лезвие. Там, где прошёл топор, там чёткий срез. Ну вот и всё в принципе. Кому понравилось такое видео, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Ну и всё. Всем пока, удачи и два туза роздачи. Всем пока.